Бороться с табачной зависимостью поможет слово, а точнее целая полоса газеты «Уссурийские новости». Авторы – воспитанники Суворовского училища, которые написали серию материалов ко Всемирному дню отказа от курения. С газетой в руках и с улыбкой на лице парни вышли в люди. Это, можно сказать, первая их работа как журналистов в полях. То есть до этого они общались, как правило, в стенах училища с людьми, которые уже были настроены на беседу с ними, а сегодня им приходилось подходить к совершенно незнакомым людям, как-то заводить с ними диалог и к тому же еще и уговорить отвечать на свои вопросы. Первые слушатели нашлись сразу. Молодые парни дымили, стоя на тротуаре. Им-то суворовцы и напомнили о вреде курения. Но акция не зря называется «Газета вместо сигареты». В обмен на новый номер «Уссурийских новостей» молодые люди сломали по одной порции отравы. Суворовцы уверены – отказ от пагубной привычки пойдет только на пользу. Не курящий, он более подтянут, он более высокий, не будет горбленным, у него будет более светлая кожа, и он будет меньше кашлять. Номер со своими статьями парни раздавали и тем, кто не дружит с сигаретой. Выяснилось, что у всех прохожих есть знакомые, которые ежедневно травят себя никотином. Собеседники пообещали передать газету курильщикам. Мальчишки делают очень хорошее дело, что информируют, и на своем примере показывают, как это вредно, плохо и не нужно этого делать. За час суворовцы раздали 170 экземпляров уссурийских новостей. Люди с охотой принимали номер из рук молодых журналистов и обещали завязать с вредной привычкой. Воспитанники училища надеются, что их собеседники сдержат слово. Я раздал 10 газет. Кто-то может быть больше. Кому-то может быть они понадобятся нужными, они покажут своим друзьям или близким. Акция газета вместо сигареты оказалась полезной не только прохожим. За это короткое время суворовцы получили опыт общения с самыми разными людьми и почувствовали себя настоящими журналистами. Поэтому парни не против повторить такой выход в люди. Анна Клыга, Антон Войцеховский, Телемикс.